Всем привет друзья! Мы едем отдыхать. Открываю занавес нашей небольшой тайны. В общем-то это не тайна. Едем мы отдыхать в Сочи-Адлевский район. Хотим покататься на лыжах. Будем отдыхать в гостинице арт-отель Поручик Ржевский. В общем я хочу все это снять, вам все показать. Сейчас мы едем по платной дороге. С Ростова уже, в Краснодарский край идет вторая платная дорога. Причем вся эта платная дорога упичкана камерами. Постоянно ограничение скорости. В общем, ребята, я хочу вам сказать, если бы не было у нас вот этой маленькой штучки, которая нас выручает уже достаточно долгое время. Дороги бы нам всем обходились бы достаточно золотыми. О, место назначения. Ну, буду снимать все злачные места, все то, что мне покажется на мой взгляд, на взгляд моего мужа Александра. Интересная мусулька. Вот первое место. Не доезжая Туапсе остановились. Первый такой видеопейзаж, где можно лицезреть море. Людей не огромнейшее количество, просто огромнейшее количество туристов еще мы не въехали в курортную зону. Мы въехали в туннель. Собственно говоря, мы уже в Сачах. Вот осталось нам 37 километров до нашего отеля. Сейчас въехали в этот такой красивый-красивый туннель. В третий въезжаем в туннель. Приехали мы отдыхать в арт-отель Поручик Ржевский. Забронировали номера буквально спорта, вот прям спонтанно, через интернет. Поскольку все было занято, а решение приехать вот именно на новогодние рождественские праздники в Сочи, Адлеровский район, для нас было, для самих для нас было неожиданным. Вот тот самый Поручик Ржевский. Посмотрите, как все оригинально в эпохе старинных времен сделана. Даже пушка. Сейчас покажу номер. Это наш такой маленький номер эконом-класса, будем так говорить. Наверное, 12 квадратных метров комната. Ну, в общем-то, третье дополнительное место. Ну, в общем, вот как-то так. О, покажу вам потолок. Так. Саша. Шифонер. Сейчас ванна и телевизор. Ну, я вам еще раз говорю, что пытались найти номера на этот период. Было все бесполезно. Но это достаточно бюджетный номер. И рядом Олимпийская деревня. Все вам снимают. Туалет, душевая кабина. Плитка почти как у нас дома. Из этой же серии, из этой же коллекции. В общем, все цивильно, все хорошо. Сегодня такой ознакомительный день, поэтому буду показывать все, что мне понравилось. Ну, во-первых, наличие чайника в номере, что не во всех отелях допустимо. Есть утюг, тоже самое. У нас такой легкий пока заездной беспорядок. Гладильная доска, есть отпариватель. Чай дали. Смотрите, какой от поручика Ржевского. Сахар, все хорошо, все чисто. Белье чисто. Полотенце все в идеальном состоянии. Все вроде бы хорошо. Ну, знаете, как скажу, наличие ковров немного смущает, поскольку мы все прекрасно понимаем, что ковры это пылесборник. Ну, не буду я слишком строгой. Что бросилось в глаза, в первую очередь? Абсолютно пустой бар. Ну, ладно, сделаем скидку. Всегда все, что находится в баре, имеет такую завышенную цену. Хорошо. Абсолютно мне не понравилось то, что в отеле отсутствует зубная щетка разовая и зубная паста. Мыло, гель, шапунь и все есть. Но таких вещей, как зубная щетка и зубная паста, в общем-то, должны присутствовать. Поэтому придется завтра нам идти покупать. И вот самое, что бросилось в глаза, это вот такая туалетная бумага. Ну, а в целом, учитывая, что это эконом-класс, то, в общем-то, все достаточно неплохо. Мы сюда приехали не сидеть в отеле, не сидеть в номере. А ездить кататься на лыжах, наслаждаться морским пейзажем, морским бризом. И, в общем-то, просто отдохнуть. Коридоры все типовые, вот такого плана. Фойе. Все, собственно говоря, выдержано в эпохе тех времен. Ну, конечно, все так достаточно оригинально, все очень красиво. Но я думаю, что в летнее время года вот эти вот коврики будут достаточно пыльными. Ну, а так, собственно говоря, чувствуется, что уборка чистая, влажная. Ну, пока претензий никаких нет. Здесь есть бильярдная, что очень любит мой муж. Летний пивной бар. Караоке-бар. Просто кафе-бар. Все в одном комплексе. Летний бассейн. Ну, сейчас, конечно, он не летний. Это для детворы и для взрослых. Баня, сауна, общий массажный кабинет. Ну, как бы для мини-отеля, арт-отеля все достаточно прилично. Пришли погулять мы на Олимпийский стадион. Вы знаете, такое количество туристов. У меня сложилось впечатление, что сейчас идут Олимпийские игры. Машины, автобусы с разных регионов. Очень много иностранцев. В общем, идем гулять дальше. Ну, а это, ребята, наш знаменитый стадион Фишт. Ну, и, соответственно, музыка, да? Ну, что, мое впечатление. Это, конечно, величественно. Это божественно. Сейчас мы попытаемся купить билеты на хоккейный матч, поскольку мы с мужем до фанатизма болеем. Хоккей, лыжи, биатлон, фигурное катание. В общем, большинство зимних видов спортов – это наши. Это все туристы. Еще немножечко снять и показать вам. Вы знаете, я в таком каком-то восторге диком. Я вообще всегда люблю все, что красиво, так вот эстетично. Но опять очень-очень много людей, очень много иностранцев. И вот этот музыкальный фонтан. Музыкальный фонтан. Ночной вам Олимпийский стадион. Конечно, красиво, людей много. Но так здесь жарко, ребята. Это трасса «Формула-1». Мы постараемся в этом сезоне попасть на соревнования. Сниму вам кусочек ночного Адлера. Ресторанчик при отеле. Олимпийский стадион. Редактор «Формула-2». Продолжение следует...